Субтитры делал DimaTorzok Вот что было на мосту в Ярикто, а вот что там сегодня. Не так страшно, как нам о том писали в МЧС. Ехать по нему уже можно, но все же опасно. Основание переправы треснуло, фундамент не выдержал напора. Вода в реке Ярикто скорее напоминающая небольшой ручеек. Позавчера поднялась почти до самого моста. Ну вчера вот, судите сами, почти полностью все это было в воде. Обычно вот она по русскому идет, а сейчас и из лесу, и оттуда, отовсюду вода бежит. Сейчас там проходит работа по обсытке и будет обездная дорога к вечеру пятницы. То есть мы перекроем дорогу, въезд на данный мост и начнутся работы по ремонту данного моста. Вот так до сих пор топят дороги уже в Курумканском районе. Огромные ручьи подмывают трассы за селами Илысун и Баракхан. На устранение этих и других последствий в обоих районах глава Бурятии поручил выделить около 7 миллионов рублей из резервного фонда. Однако от нового паводка Баргузинская долина никак не застрахована. Ну, я думаю, в целом в такой большой воде район не готов. А что делать? Вам, властям или жителям, например, как быть? Ну, здесь, конечно, укрепляющие работы надо проводить по дорогам, дамбы и так далее. А есть возможность проводить такие работы? У района нет. Потому в случае повторного ЧАЭС придется районам ждать помощи от республики. Тем временем реки Баргузина уже вышли из берегов и топят пастбище. К счастью, дома не пострадали. Но ситуация может усугубиться из-за дождей даже сегодня, учитывая тот объем воды, который накопился буквально позавчера.